Конца и края не видно в истории с расследованием уголовного дела по факту продажи за обесценок здания бывшей вечерней школы на улице Чернышевского в Саратове. Только в нашей программе мы обращаемся к этой теме уже в третий раз. Каких-то особых новостей из фронта следственных действий так и нет. Люди в погонах продолжают кормить общественность пустыми отчетами о своей работе. Кадры декабря прошлого года. Силовики собрали прессу для традиционного подведения итогов. С момента, когда коллеги из «Взгляда.Инфо» начали собственное расследование об уводе муниципального имущества прошло 9 месяцев. Чуть меньше с объявления Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела. Дело расследуется у нас в следственном отделе погоду Саратово. В этом направлении проведен большой объем следственных действий в году 80-е. Дело в производстве. На настоящий момент мы можем выставить свои новости и, соответственно, квалификация какого-либо производителя лица. В этом направлении, я могу сказать, лишь проводится следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств и основных деяний. Опять же, по результатам мы видим, что на один из предметов выводили много следственных действий. Дело возбуждено, расследование продолжается, ведутся следственные действия. Эти фразы кочуют из одного ответа следователей и прокуроров в другой. История спустя год и 8 месяцев звучит как заезженная пластинка, особо поражает число этих следственных действий. На конец прошлого года их было более 80. Это при том, что для реализации сомнительной схемы участники сделали куда меньшее количество телодвижений. Раз, и разваливающееся здание передали на баланс убыточного МУПСГЭТ. Два, школу и участок под ней в престижном районе продали по цене строительного мусора. Согласно договору, предприниматель Михаил Персиц за все заплатил 512 тысяч рублей. После разразившегося скандала сделку, конечно, оспорили через суд. Имущество городу вернули. Одним из фигурантов реализованной схемы был тогдашний руководитель СГЭТ Михаил Касьянов. По данным из прокуратуры, именно его допрашивали в качестве подозреваемого. И здесь самое интересное. Следственное управление данный факт в своих официальных ответах никогда не подтверждало. Лица, причастные к совершению преступления, не установлены. Стандартная формулировка в ответах. Более того, именно по инициативе следователей дело в мае этого года прекращали. Но потом расследование возобновилось. В какой стадии оно находится сейчас, тайно покрытое мраком. В общении со следственным комитетом снова звучит слово «запрос». Представитель ведомства даже провела небольшой ликбез по отправке документа. У нас целый отдел, который занимается приемом обращений. Вне зависимости от того, от гражданина, а не от юридического лица, от средств массовой информации, как такового. Если вы через сайт подаете, то через приемную. То есть, вот если, грубо говоря, сайт наш открыть, вдоль верхнего поля идет белая полоса, на которой обозначение о следственном управлении, новости. И третья колонка – обращение граждан. Вот в обращении граждан есть интернет-приемная. То есть, в электронном виде подаете этот запрос, они молниеносно регистрируют. Целый отдел сидит, занимающийся только этим вопросом. И, собственно, она в ту же минуту в работе. Новое письмо следователя мы, конечно же, написали. Правда, для надежности отправили его по старинке, снаручном. Возможно, в этот раз повезет больше, и нам сообщают какие-нибудь новые подробности. Хотя, сомнения остаются. И на это есть свои причины. Если говорить о странностях расследования этого дела, наша редакция не раз отмечала, что, возможно, они не являются случайными. В кругах близких правоохранительным органам обсуждалось, что в списке конечных бенефициаров операции по отчуждению имущества могли быть должностные лица из числа руководства прокуратуры Саратова. На момент описываемых событий ее возглавлял Владимир Воликов. Скорее всего, именно поэтому у надзорного ведомства в свое время не возникло вопросов по законности сделки, а меры по возврату школы были приняты только после вмешательства прокуратуры области. И практически сразу за указанными мерами последовала скорая отставка городского прокурора Воликова. Ну а вот виновные до сих пор не найдены. Редактор субтитров А.Семкин